Едва мы минули массивные ворота виллы Альбертис, молодой человек с садовыми ножницами в руках вышел нам навстречу. — Сожалею, что отсутствовал в прошлый раз и не мог приветствовать вас на вилле Альбертис, — сказал молодой человек и снял шляпу. Молодой хозяин шел сейчас рядом с Чечерином, не без любопытства скосив на него глаза. О чем мог думать он? Все эти дни имя русского было на устах генуэзцев. Истинно, они признали в нем итальянца. С тех пор, как во дворце Сан-Джорджо русский утвердил свою привилегию над англичанином и походе поколотил француза, было даже интересно признать в нем итальянца. А Чечерину невдомек, как далеко умчался в своих мыслях молодой хозяин виллы с благоговейной немотой, шествующей рядом. Мысли русского министра обращены к насущному. Он думает о том, что в предстоящие два часа может решиться судьба конференции в Генуе. Именно в эти два часа все может встать на свои места. Открывается дверь, встроенная в торцовую стену, и Ллойд Джордж идет по залу, припадая на правую ногу. Ллойд Джордж взглянул на русского и улыбнулся почти загадочно. Нечего сказать, необычное начало избрал британский премьер для своей речи. Он посмотрел на русского еще раз и улыбнулся откровеннее. Улыбка Ллойд Джорджа лишила делегатов, сидящих за столом, дыхания. Что бы это могло значить? Но улыбаясь, быть может, без особых тому причин, Ллойд Джордж заметно поправил себе настроение. Ничто так не помогает самобладанию, как улыбка. «Нынешний разговор с русскими напомнил мне нашу денежную тяжбу с Ирландией», — едва ли не засмеялся британский премьер. «Англичане назвали скромную сумму своих претензий — 18 миллионов фунтов стерлингов, а ирландцы заявили о претензии в 3,5 миллиарда, имея в виду несправедливости, нанесенные им на протяжении веков». Он поднял руки ладонями вверх, точно взвешивая незримый груз. «Русская сумма непостижима — 50 миллиардов!» «Зачем было вообще ехать в Гену?» То, что зовется интервенцией, было всего лишь помощью тем силам, которые стояли на стороне союзников в их борьбе с Германией. Если воспользоваться средствами, которые предложили русские для подсчета убытков, то правомочно определите ущерб, который нанес союзникам Брест-Литовский мир. Русский долг одной Британии превзошел 8 миллиардов. «Можно учитывать любые факторы, ослабившие экономику России, но какое дело до этого людям, участвовавшим в займе России, например, английским фермерам? Да имеет ли британское правительство право, действуя от имени этих лиц, отказаться от возвращения долга? Я, например, не имею на это права!» Ллойд Джордж закончил свою речь почти на гневной ночь. По крайней мере, от улыбки, которая осенила начало речи, не осталось и следа. Можно было не соглашаться с британским премьером, но в доводах, которые он привел, была своя логика. В кругу тех, кто сидел сейчас за столом, а большая часть их была на стороне Ллойд Джорджа, продолжение разговора было осложнено заметно. Пауза, наступившая после того, как британский премьер закончил, была долгой. Чичерин точно дал возможность этой паузе завладеть вниманием. Как полагает он, Чичерин, именно союзники дали силу движению, которая подняла руку на революцию в России. Он хорошо помнит заявление союзников, датированное 4 июня 1918 года. Этот документ недвусмысленно гласит, что отряды белочехов в России должны рассматриваться как армия самой Антанты. Документ этот не единственный. Русские располагают текстами договоров Колчака и Врангеля с союзниками. У этих договоров тот же смысл. Правительство обязано возмещать ущерб, нанесенный его войсками. Это принцип международного права. Англичане не отвергали от принципа, признавали его еще с тех достопамятных времен, когда должны были выплатить полную сумму убытков, нанесенных действиями крейсера Алабама в гражданской войне с американским севером. Если же говорить о военных долгах, то уместно сказать, Россия от войны понесла более значительные потери, чем любое другое государство. Больше половины потерь Антанты приходится на Россию. Русское правительство истратило 20 миллионов на войну, в то время как прибыли пошли другой стороне. Наши контрпретензии далеко превышают сумму долгов. — Если русские не хотят платить процентов, то должны погасить сумму долга, — возроптал Лой Джордж. Речь идет и о частных взаимодавцах, частных, чьи фабрики и заводы остались в России, — произнес он и закатил глаза, уперев их в лепной плафон зала. Казалось, что довод о частных лицах, взносы которых составляли долю русского долга, был единственным, на которое еще возлагали известные надежды Лой Джордж и его коллеги. — Как можно вернуть заводы, о которых вы говорите? — спросил Чичерин британского премьера, точно приглашая вместе с ним поразмыслить над сущностью этой проблемы. — Стоимость их не так уж велика, но сделать это непросто. Одни предприятия стали частью крупных объединений и не могут быть оттуда изъяты, возвращению других воспрепятствуют рабочие. Те, кого британский премьер назвал частными взаимодавцами, не так безобидны, как может показаться, заметил Литвинов, до сих пор хранивший молчание. Лесли Уркарт помогал Колчаку свергать советскую власть, а теперь говорит, что не несет ответственности, а деньги свои хочет получить назад. Вопрос о 50 миллиардах нами не ставился бы, если из соответствующих требований нам бы не предъявлял Запад. Погаси, Запад, наши требования. Мы из этой суммы оплатили бы долги кредиторам. Независимо от того, как закончится эта дискуссия, Красин пощекотал сидеющую бородку, настало время вернуть России ее флот. Мы уже получили 12 ледоколов, есть резон вернуть и военные корабли. И вновь овальный стол и 30 человек, сидящих за ним, как бы накрыло пространным облаком тишины. Два часа дискуссии давали повод для раздумий значительных. Нам, пожалуй, есть смысл посоветоваться. Наконец, произнес Лой Джордж, уловив печальный взгляд французского коллеги. Нас меньше, и потому мы выйдем. Тут же реагировал Чечерин. Русские покинули большой зал Виллы Альбертис, и неширокой дорожкой, влажной от прошедшего дождя, пошли в дальний конец парка. Леонид Борисович, с чем мы уедем сегодня с Виллы Альбертис? Обернулся Красину Чечерин. Вы требуете от меня прогнозы, Георгий Васильевич? Красин остановился. Свет неяркого генуэзского дня лежал на его лице откровенно хмурым. Встреча в большом зале Виллы Альбертис не выдушевляла. Если хотите, прогнозы. Красин застегнул пиджак. На холме было ветрено. Они склонятся к мнению борту. А это почти ультиматум. Чечерину казалось, что красинские слова были слышны и Литвинову, который шел по отстав. Максим Максимович, с чем мы уедем сегодня отсюда? Союзники не отступят. Он помолчал, ожидая, что собеседники пойдут дальше, но никто не тронулся с места. А как быть нам? Если не отступят, нельзя стоять на месте, пояснил Чечерин. Нельзя, разумеется, произнес Красин и посмотрел на Чечерина. Тот медленно пошел дальше. Когда русские вновь появились на пороге большого зала, шум голосов, в котором был полонзал, сменился столь внезапной, столь тревожной тишиной, какая наступает, когда входят недруги. Даже общительный Ллойд Джордж, не упускающий случай, чтобы осчастливить аудиторию многоцветным спичем, на этот раз не нашел ничего более уместного, как взять в руки страничку, заполненную машинописным текстом и, придав лицу соответствующее выражение, начать читать. Смысл того, что предстояло услышать русским, раскрывала эта страничка. И то, что это была всего лишь страничка, и то, что ее не было прежде, и она появилась только теперь, и то, что она была заполнена текстом всего лишь на две трети, обнаруживала лаконичность невиданную, а, следовательно, твердость. Короче, это был ультиматум. Но, может быть, есть резон вникнуть в смысл документа. Ллойд Джордж уже читает. Союзники настаивают на своих претензиях и отвергают контрпретензии русских. Если главный вопрос будет решен положительно, союзники готовы пойти на известные льготы во всем, что касается сокращения размеров долга, как и сроков его выплаты. Участие союзников в восстановлении России не снимается, но об этом есть смысл условиться лишь после того, как будет решен главный вопрос. Итак, ультиматум. Непонятно было только то, что русские выслушали документ в СИДе. В таких случаях встают. Остается нерешенным вопрос о ледоколах, вдруг вспомнил Ллойд Джордж, обращаясь к Красину. Как не важен этот вопрос, конференцию он не сорвет, а если что-либо и расколет, то только лед предубеждения. Раздался смех на задних скамьях, полагая, что каламбур удался. Ллойд Джордж опустился на стул с таким видом, будто бы, по крайней мере, выиграл генуэзское сражение. «Как я понимаю, речь должна идти не о долгах, а о будущем наших отношений», произнес Чечерин. Видно, категорический тон документа подействовал и на него. В его реплике явно обнаруживалось желание найти компромисс. «Британские банкиры не станут говорить о будущем, пока прошлое не будет улажено», отрезал Ллойд Джордж с воинственностью, какая у него до сих пор не обнаруживалась. Смятение в голове Чечерина придало ему храбрости. Барту откашлялся, он точно дал понять, что настала его минута. «Господину Чечерину надо сказать недвусмысленно по вопросу о долгах, сказать «да» или «нет», произнес француз почти ласково, до сих пор его выступления были выдержаны в иных тонах. «Вести себя иначе» значит читать книгу с последней головы. Барту полагает, французы ищут взаимопонимания. В знак доказательства, что это именно так, он, Барту, молчал сегодня весь день. «Искать взаимопонимание значит показать, что ты способен понять не только свою позицию, но и противной стороны», парировал Чечерин. У него была способность этой молниеносной реакции, лишающей противника контрдовода. Барту смолчал, демонстрируя всем своим видом, если он, Барту, обратился сегодня к обету молчания, то какой смысл было этот обет нарушать. Когда автомобили с русской делегацией выехали за пределы каменной ограды виллы Альбертис, толпа корреспондентов преградила им путь. Десятки рук уперлись в радиатор, отказываясь пропустить автомобиль. Корреспонденты размахивали зонтиками, как шпагами. Корреспонденты казались голодными, были злые, готовы на любую дерзость, они задирались, скандал их устраивал. Только одно слово, как переговоры, слышалось со всех сторон. Переговоры продолжаются, выкрикнул Красин, два эти слова, как пароль, были уготованы заранее. Толпа нехти раступилась, ей было невдомек, что формула переговоры продолжаются, не столько отражала действительное положение дел, сколько его скрывала. Было без малого два, когда ко мне постучали. Вас просит к себе Георгий Васильевич. Он поднял на меня изумленные глаза, точно хотел спросить, ну, кто спит в эту рань? Горела зеленая лампа, перед ним лежал томик Вольтера, его максимы, прижизненные здания. Он брал его иногда и в дорогу. Позвоните, пожалуйста, немцам, произнес он, не выпуская из рук Вольтера, и кивнул в сторону окна, за которым был красный особняк. Я не оговорился. Позвоните немцам и пригласите к телефону фон Мальсена. Сейчас я заметил, что его указательный палец разделил томик Вольтера надвое, удерживая то место книги, на котором он прервал чтение. Скажите ему, что мы хотели бы видеть немцев у себя к завтраку, намереваясь продолжить переговоры, прерванные в Берлине. Он извлек защемленный палец, дав понять, что сказал почти все и намерен приняться за своего Вольтера. Завтра пасхальное утро, и он скажет, что хотел бы пойти в церковь, но вы постараетесь настоять. В то время, как я шел к двери, боковым зрением, смятенным, но достаточно точным, я уловил, как Вольтер был отодвинут в сторону, и Чечерин вышел на веранду. Наступил тот самый момент, когда и всесильный Вольтер не мог отвлечь его от происходящего. Нарком волновался. Я открыл дверь соседней комнаты, где находился телефон, и позвонил. Оперативная служба в красном особняке была отлажена с чистой немецкой пунктуальностью. Телефон ответил тотчас. Господин фон Мальцин давно спит, разумеется. Поднять и подозвать к телефону? Да можно ли нарушать сон министра? Для него Мальцин, разумеется, министр. Если вы обращаетесь к министру, то, разумеется, государственной важности. Неотложно? Все неотложные дела господин министр делает днем. Поручение господина Чечерина? А господин Чечерин разве не спит? Одну минуту. Было слышно, как заскрипел паркет под шагами человека. Шаги были размеренные, могучи, тяжкие, каждый шаг, вечность. Человек и в самом деле казался великаном. Но шаги возникли и пропали. Только остался удар клюва о мембрану. Точно над трубкой сидела большая птица и клевала вибрирующую пластину. Но вот заскрипел паркет, и птица улетела, а в трубке возник петушиный голос Мальцина. — Погодите, но завтра воскресенье, я не могу не пойти в церковь. — Нет, нет, это решительно исключено. Не просто воскресенье, а воскресенье пасхальное. Господин министр Чечерин так и сказал, прерванные в Берлине. Он не спит и ждет ответа. Тогда погодите. Вновь к телефону слетела вспугнутая птица. — Тук-тук. — Хорошо, мы будем. Однако что делать с пасхальным воскресеньем? Будем. Будем. Русские позвонили немцам за полночь, и окна красного особняка, только что засланной тьмой, залило электричество. Все окна. Эта ночь будет у немцев бессонной. Позже полуночное совещание в немецком особняке сами немцы назовут пижамным. Как ни близок особняк, не просто проникнуть в секрет того, что происходит сейчас за его толстыми стенами. Но, может быть, то, что недоступно физическому зрению и слуху, может быть, доступно мысли. У русско-немецких контактов, сложившихся в Генуе, есть своя психология. Как было замечено еще в Берлине, немецкий дипломатический Олимп явственно разделен на два лагеря, прорусский и прорусский. В первом главенствует фон Мальцин, во втором – Ротенау. Еще в Берлине было установлено, там, где Мальцин говорит «да», его оппонент склонен сказать «нет». Если бы шансы сторон были равны, то у Мальцина была бы надежда на выигрыш. Но в данном случае шансы распределены не одинаково. Ротенау – полный министр, в то время как Мальцин всего лишь министр, субсекретарь, директор департамента. Поэтому договор, который принял едва ли не окончательную форму еще в Берлине, был остановлен. Но, оказывается, не все определено положением на иерархической лестнице. Имеет значение и сила характера. Он, в отличие от своего министра, не столь эмоционален и в большей мере расчетлив и целеустремлен. Итак, когда в полуночный час вспыхнуло электрическое зарево над немецким особняком в Рапалло и началось многочасовая баталия, можно было только гадать об ее исходе. До заветных одиннадцати, когда должны были прибыть немцы, оставалось минут сорок, и делегация собралась в Чечеринских апартаментах. Георгий Васильевич работал в соседней комнате над текстом договора, и делегаты должны были с этим считаться. Нет-нет, а делегаты поглядывали на дверь, умеряя голос. Воровский. Лучше его никто не умел начать спор. Как мне кажется, у немцев все еще нет единодушия. Вот мои наблюдения. Когда в семь я выглянул в окно, при полном солнце у них еще горело электричество. Если они не заметили белого дня, значит, им было не до него. Однако до чего? Литвинов, отстраняя газету, которую читал, неубедительно, меланхолически. Это же немцы. Они договорились в первый же час и разошлись по своим комнатам, поручив сторожу выключить свет, а тот взял и уснул. Воровский. Все верно. Сторож, надо думать, был итальянцем. Смех заметно сдержанный. Засмеяться громче значит признать, что первенствует Воровский. Красин. Предлагаю на этом остановиться. С уверенностью арбитра. Все будет написано на лицах немцев. Взглянув на часы, вы увидите эти лица минут через пятнадцать. Воровский. Жаль бросать на ветер пятнадцать минут. А может быть, немцы отдали ночь, чтобы соединиться с Ллойд Джорджем и попросить у него совета? Именно с Ллойд Джорджем или на худой конец с Уайзом. Пауза. Последние слова Воровского произвели впечатление. Так было у Воровского и прежде. Шутка, подчас самая безобидная, давала возможность нащупать ядрышко проблемы. Литвинов. Значит, Ллойд Джордж или Уайз? Ну что же, это, пожалуй, не лишено резона. Ротенау не сделает шага без англичан. А? Как вы полагаете, Леонид Борисович? Красин. Да. Есть смысл поразмыслить. Литвинов выглянул в окно. Есть смысл, если бы немцы не были на пороге, наклонившись, чтобы видеть происходящее внизу. По-моему, это немецкий автомобиль. Вот и Ротенау собственной персоной, а вслед за ним и Мальсен. При этом выражение лиц у них отнюдь не пасхальная, ночь была бессонной. Красин. Я же сказал, все должно быть написано на лицах немцев. Немцы были ровно в одиннадцать. У Ротенау было шафранное лицо, не иначе его пытали этой ночью бессонницей. Наоборот, Мальсен старался сберечь энергию. Такое впечатление, что до приезда к русским немцы успели побывать на пасхальной службе, заручившись поддержкой Всевышнего. Так одеваются, когда в пригласительной карточке есть неумолимая строка, форма одежды парадная. Но могло быть и иное. Парадное платье соответствовало представлению немцев о значительности встречи. Такое предположение тем более верно, что эскорт больших и малых чинов, обремененных пудовыми портфелями, указывал, что у визита немцев деловые цели, в церковь, как можно предположить, с портфелями не ходят. Чечерин вышел гостям навстречу и пригласил их в большую гостиную, служившую своеобразным конференц-залом делегации. С умеречными коридорами, изредка прерываемыми островками солнца, немцы и русские последовали за Чечерином, шли молча, лишь поскрипывали ботинки немцев, казалось бы, сегодня надетые впервые. Только когда вошли в конференц-зал, большие просветы которого давали много солнца, и Мальцин, ослепленный светом, отнял от глаз платок, русские увидели, что лицо у Мальцина отдает восковостью. По всему минувшая ночь действительно была у него тяжкой. Прямоугольный стол, стоящий посреди конференц-зала, точно разделила по оси незримая черта, определив суверенное поле одной и другой делегации. Сподвижники Чечерина освоили свое поле стола с чисто русской сноровкой и непритязательностью, не придав в этой церемонии большего значения, чем она того заслуживает. Наоборот, Мальцин и коллеги были обстоятельны. Пришли в движение сложные запоры их портфелей, были извлечены из карманов окуляра делегатов в массивных футлярах, пахнущих наспиртованной кожей. На столе появились вечные перья, тоже в массивных футлярах, а вслед за этим, разумеется, и знатные тексты, многократно перебеленные на рисовой и меловой бумаги. Все это, будь то портфели в нарядных бляхах или окуляры, заключенные в твердую кожу, точно было заряжено энергией, которая имела цель, если не убивать, то заколдовать. Чечерин повторил, что, впрочем, было известно немцам по ночному звонку, русские хотели бы возобновить переговоры о заключении договора, прерванной в Берлине. Если же немцев такая перспектива не устраивает, у русских и в этом случае должна быть ясность. Из короткой реплики Мальцина следовало, что немцы согласны продолжить переговоры. В том случае, если переговоры будут успешными, тексты могут быть подписаны сегодня же Чечерином и Ратенау. Кстати, Ратенау сегодня в первой половине дня будет у себя и не заставить себя ждать. Очевидно, успех дела решит работа над текстами, в частности, мнение одной и другой страны по поводу статьи 16 договора. Мальцин точно говорил, проявите покладистость и о русско-немецком договоре сегодня же можно оповестить мир. Но Чечерин предложил читать договор его русской и немецкой тексты статью за статьей. Итак, переговоры начались. За столом остались только те, кто работал над текстами прежде, остальные удалились. Если дело так пойдет, то работы тут часа на два, два с половиной. Как невелика была тайна переговоров, русские люди, поселившиеся в палаццо до империале, если не знали, то догадывались, происходит значительное. Прошло часа два с начала переговоров, и к подъезду вновь подкатили немецкие лимузины, приняв свое сумеречное лона Ротенаус с Мальцином. Казалось, отъезд их не предусматривался, и это могло навести на раздумья печальные. Первая мысль, да не произошло ли непредвиденное, не дало ли большой разговор за прямоугольным столом неожиданной осечки. Но за мыслью первой последовала вторая, она успокаивала. Тяжелые лимузины увезли не всех немцев, значит, работа продолжается. Когда к подъезду гостиницы вновь подкатили мерседесы, и на большой лестнице, ведущей в салон, появились Ротенаус с Мальцином, и их коллеги, не было сомнений, предстоит подписание договора. Но об этом можно было всего лишь догадываться. Смутно, но догадываться. Всесильная тень тайны все еще укрывала русский особняк в Санта-Маргарите. Но таково, видимо, свойство тайны. Она имеет возраст. Едва на хрустскую бумагу, украшенную водяными знаками, легли два имени, русская и немецкая, обратившие бумагу в документ, тайна перестала быть тайной. «Самое драматическое событие конференции. Русские заключили сепаратный договор с немцами, возвестили вечерние газеты». Утром я застал Георгия Васильевича за письменным столом. Видно, текст, который он дописывал, потребовал времени. фирменные бутылки от минеральной воды, сейчас пустая, указало мне, что работа продолжалась не один час. «Вы спали нынче, Георгий Васильевич?» спросил я. «Еще посплю», сказал он и дал понять, чтобы я не уходил. Он запечатал письмо и надписал адрес. Я не успел отвести глаза и, кажется, воспринял имя адресата. «Мысль становится четче, когда ты доверишь ее бумаге», произнес Чичерин, заметив мое смущение. «Всегда полезно подвести итоги, даже самые предварительные». «Рапало?» был мой вопрос, о чем писать сегодня, как не о договоре с немцами. «Рапало», подтвердил он и, приоткрыв дверь на веранду, пригласил меня последовать за ним. Начиная ответственный разговор, он старался вывести его за пределы дома, он не очень-то доверял чужим стенам, для него они имели уши. Солнце было уже высоко, и дороги успели побелеть, но парк еще хранил сумеречность и свежесть раннего утра. «Все письма, которые пришли этой зимой из горок», произнес он, дав понять, что не намерен скрывать имя адресата, к которому обратил письмо, написанное ночью, были отмечены одной мыслью. Нужен договор истинно равноправный, на который мы могли бы сослаться в наших отношениях с Западом. «Рапало» такой договор, Георгий Васильевич. «Мне кажется, по крайней мере, эту мысль я пытался развить в письме Владимиру Вильевичу», подтвердил он, кстати, не скрыв и имени адресата письма. «Равноправие двух систем собственности ленинская формула, не так ли, Георгий Васильевич?» «Да, разумеется, в Рапальском договоре эта формула преломилась и полно, и убедительно», согласился он. «Вы полагаете, что Рапало шаг первый?» «Расчет Ленина был таким, хотя у событий может быть и своя череда, и свои сроки. Главное, первый шаг, Георгий Васильевич». «Так полагал Владимир Ильич, самый первый». «Он сделан?» «Несомненно, генуэ». Мы расстались. Не ясно ли было, что Чичерин осторожно коснулся содержания письма, написанного этой ночью Ленину? Часу в одиннадцатом вечера Чичерин постучал ко мне. Я знал этот его стук, точно отбивающий такт марша. «Да, Георгий Васильевич, нет настроения постоять под открытым небом. По-моему, прошел дождь, и пыль прибила. Ну, что же, охотно? Видно, дождь был небольшим и всего лишь окропил землю. Пыль в самом деле прибила, но земля была суха. Зато зелень еще удерживала влагу. Молодая листва деревьев дышала свежестью, ощутимо холодной. «Вы видели вечерние газеты?» спросил Чичерин, когда мы вышли. Парковая дорожка привела нас на поляну. «Вот мысль! Русские превратили Геную в Брест!» Он засмеялся, коснувшись ладонью затылка. В этом жесте была бравада. «Никому не удастся поставить нас в угол!» Он поднял голову, точно желая объять звездные просторы. Взгляд был жадным, в нем не виделось сознание силы. «А знаете, Рапалло первый равноправный договор с Западом, первый!» Его взгляд все еще мерил просторы неба. «Если нужен пример деловых отношений с Западом, то это Рапалло. Хотя тут есть и издержки». Он запнулся, внимательно посмотрел на меня. «Какие, Георгий Васильевич?» Он молчал, точно оценивая, да понимаю ли я, о чем идет речь. «Лой Джордж», он не торопился высказать то, что хотел сказать, «в идеале я за договор и с Германией и с Антантой. То, что мы зовем равными правами для двух систем собственности, предполагает доброе отношение и с Лой Джорджем. Без крайней нужды нет необходимости рвать отношения с ним. Но после Рапалло захочет ли он продолжать переговоры? Мы захотим». Май, Кумачевой май не за горами. Одна эта мысль радует душу. Чечерин сказал, с той веселинкой, с какой любил говорить Сваровским. А не устроит ли нам некий раут на манер Данте Легери? Свой, разумеется, с красным флагом, первомайской. Честное слово, у нас будет не меньше гостей, чем у итальянского цезаря. «Кстати, если необходим маршал двора, то вам и карты в руки». И завертелось. Нет, не то, что маршалом двора, но главным кашеваром праздника был назначен Воровский. Старый палаццо, бывший, как свидетельствовала книга его почетных гостей, спокойной гаванью для великого принца монахского и императора Абиссинского, стал в этот предмайский вечер пристанищем красных и тех, кто им сочувствует. Большой сундук языков, которым владели русские, в этот вечер был распахнут, пошел в ход даже чечеринский итальянский. Его собеседник скритори Джованни Джарменетто, имея в виду итальянский истоки родословной Георгий Васильевич воодушевленно восклицал, «Теперь я вижу, что язык можно пробудить и через столетия». А Марис Кашен, молодецкий расправив усы, а не у французского комбатанта, как у запорожца, пытался доказать, что человек, желающий познать языки, должен понять, дело не столько в грамматике, сколько в чем-то ином, что восходит в психологии. Однако в чем именно? Вот вопрос. В преодолении барьера, который отделяет один язык от другого, в опыте преодоления. Несмело вторгся в разговор юноша, сидящий рядом, в его темных глазах была некая сладость, сладкие глаза, а в английском характерная для американцев твердость согласных. Он говорил по-английски, но знал французский, иначе ему трудно было бы проникнуть в смысл диалога. Опыт преодоления? Ну, что же, это немало, произнес Чечерин, улыбаясь. Ему была симпатична мысль молодого человека. Вначале падут границы, разделяющие страны, а потом языки, хотя первые охраняются, а вторые свободны, произнес молодой человек со страстью, которая, если бы не его возраст, казалось бы, в этот момент не очень понятной. И вновь Георгий Васильевич задержал на человеке, сидящем рядом, внимательный взгляд. Сколько раз ловил себя на мысли Чечерин, не пренебрегай тем, что услыхал, ведь это единственное, что может тебя заставить заглянуть в будущее человека. Обладай, Чечерин, способностью видеть завтрашний день молодого человека, а может, для весны двадцать второго года и послезавтрашний, он бы подивился верности этой своей мысли, В этот предмайский вечер в палаццо рядом с ним сидел молодой Хеменгуэй. А вечер обретал все большую задушевность, и этому немало способствовал его главный кашевар с той веселой простотой, какая и была свойственна умению Воровского разговаривать с аудиторией. Вацлав 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 начал концерт и неподражаемо прочел Чехова. Мудрая кротость и грусть, которые присутствовали в его чтении, казалось, отражали существо Воровского. Пример Воровского воодушевил. Большая делегация, состоящая из мужей почтенных, показала себя в неожиданном качестве. Выступали все, читали стихи, плясали самозабвенной страстью, делились воспоминаниями о поездках по Белу Свету, стихи доброго настроения завладела и хозяевами, и гостями, все казалось значительным, остроумным, всем было весело. А потом всесильный перст главного Кашевара был обращен на Чечерина, и Георгий Васильевич пошел к роялю. Он коснулся пальцами клавиш, и все, кто был рядом, поняли, как незначительно было все, чем блеснула до сих пор завидная импровизация. Не в этом главное. Короче, то, что не сумели победить слова, сделала музыка. Да, именно музыка, лишенная конкретности слова, заставила мысль обратиться к существу. Точно возникла возможность сказать то, что не было до сих пор сказано. Человек, сидящий за инструментом, точно объяснял тебе происходящее. Явилась та ясность видения, которую обретает человек нечасто. все казалось, отныне ты уже не сможешь говорить, как говорил прежде. Иной образ мысли, сам язык иной. Наверное, это был тот род волнения, который способен и встревожить, и открыть глаза. музыка вытолкнула тебя за пределы мира, к которому тебя приковало время. Ничто не могло тебе показать огромность этой новой вселенной, которую ты увидел. Музыка смогла. Музыка